Всему киевлян, как нам победить Россию? Так, приветствую вас. Разрешите один вопрос вам задать для канала? А вот как вы считаете, как нам победить Россию? Я боиста, говорит, на камеру могут убить. А кто может вас убить? Не знаю. Ну, сами как думаете. Ну, у нас никто, в принципе, Украина воюет с Россией, как говорит там правительство. Что, правительство вас не убьет за это, русских нету в Киеве? Ну, логично. Я даже не знаю. Нам надо победить Россию. Это будет тяжело, конечно. Но мне кажется, только атомный удар. Спасибо. И так вот, атомный удар один из вариантов, но, к сожалению, атомного, или к счастью, атомного оружия у нас нет. Это действительно, что к счастью. Потому что, мне кажется, это было бы. То есть, если бы у нас было атомное оружие, мы бы ударили по России. Кто-то бы с дуру нажал бы эту кнопку. И, в принципе, хорошо, что у нас его нет. В принципе, да. Но, с другой стороны, тоже плохо, что его нету, потому что в России есть, а на этим пользуется, пугает, как бы, понимаете. Вот такая ситуация происходит. Я вас понял. Спасибо вам за ответ. Хорошего дня вам. Всего доброго. Это канал OpenUkraine на YouTube, информационное агентство Open Agency. Меня зовут Мединский Александр. Спасибо вам за ответ. Всего доброго. Так, интересный ответ. Не первый раз нам говорят про ядерный удар по России. Но, так, мы не видим здесь сейчас людей. А вон идут две девушки. Сейчас подойдем к ним и спросим. Пошли. 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 Я вас приветствую, уважаемые леди. Ответите на один вопрос для канала, пожалуйста. Один вопросик всего. Стесняются девчата. Я вас приветствую. Вы на один вопрос ответите для канала. Очень короткий. Мы тоже поспешаем. Люди не очень разговорчивые. О, девчат. Убегают девчонки, не хотят давать интервью. Но не первой нам с этим сталкиваться. Сейчас кто-нибудь подойдет. Ага. Вот есть девушки. Девчонки, привет. Один вопросик от канала Open Ukraine на YouTube. Какой канал? Open Ukraine на YouTube. Как нам победить Россию? В плане? Ну, вот как хотите, так и понимайте. А зачем побеждать кого-то, если мы вне конкуренции? А нам правительство говорит, что мы находимся в войне с Российской Федерацией. Ну, война, она в голове, типа, у каждого, мне кажется, так. То есть, на самом деле, это все постановка? На самом деле, все равно люди, с обеих стран общаются между собой. Как-то это проблемы правительства больше, чем наши какие-то. Спасибо вам за ответ. А разрешите у вас поинтересоваться? Все ответили уже. Вы считаете точно так же? Да. Абсолютно. Спасибо вам за ответ. Хорошего дня. Всего доброго. Итак, мы видим, что девчата говорят, что война в голове, и что между людьми войны нет. Тоже интересный ответ. Один вопросик, всего один короткий вопрос. Хорошо. Будем надеяться на какой-то тоже еще один интересный ответ. Приветствую. Дайте, пожалуйста, один ответ для нашего канала. Как вы считаете, как там победить Россию? Честно, чтобы если жить честно, тогда победишь, чтобы не воровали. Но мы бы были уже давно богатыми и счастливыми, если бы все не воровали. Проблема в воровстве? Да. Спасибо за ответ. Всего вам доброго. Тоже имеет место быть. Я вас приветствую. Один ответ для нашего канала. Короткий вопрос. Как нам победить Россию? Победить Россию сложно. Вы знаете, надо просто каждому заниматься своим делом и не лезть в чужие дела. Знаете, как не лезть в чужую семью. Вот и все. Они не должны лезть в нашу, а мы не будем лезть в ихнюю. Мне кажется, только так. Но мы в их семью, в принципе, и не лезем особенно. Ну, они думают, что, наверное, мы лезем. Но, скорее всего, больше они, наверное, лезут в нашу семью, чем мы. А что мы можем для этого сделать? Что мы можем? Объединиться. Всю Украину объединить. Ну, вот, когда мы будем едины, мы непобедимы. Вот так. А когда в самой Украине тут, ну, разные мнения, вот тогда и получается. Спасибо вам за ответ. Хорошего дня. Всего доброго. Вот у людей такое мнение, что сила в единстве. Так, у велосипедиста сложно будет взять интервью. Да, не получится, но это был бы высший пилотаж, я вам скажу. Я вас приветствую. Позвольте один вопрос вам задать для канала. Канал Open Ukraine на YouTube. Меня зовут Мединский Александр. У меня короткий вопрос. Как нам победить Россию? Это лучше с ней дружить, чем победить. Нет, сложный вопрос. Ну, тут были такие предположения. Военной путем мы ее не победим. Тут один человек предложил атомный удар сделать. Другая девушка сказала, что война у нас в голове. На самом деле войны нет международными. Это проблема правительства. А вы как считаете? Ну, война существует. Идет война. Причем у меня очень много знакомых. Они воюют, будем так говорить. И воюют по-настоящему. И приезжают, рассказывают. То есть это война. Это война идет. И как победить? Ну, быстрее всего нужно политическим, верно, путем решать. Потому что военным точно мы Россию не победим. Спасибо за ответ. Хорошего дня. Всего доброго. До свидания. Очень трезвый ответ. Сейчас просим у подрастающего поколения, если они согласятся дать ответ. Что их там в школе учат. Ребят, привет. Один ответ для нашего канала. Вот как вы считаете, как нам победить Россию? Ну, не знаю. Вопрос сложный. Да, очень. Очень сложный. Очень сложный. Нам нужно постараться, чтобы набраться сил. То есть набраться сил, и тогда будет все хорошо, правильно? Ну, да. Ну, и все. Спасибо за ответ, ребята. Хорошего дня. Спасибо. Мнение еще не сложилось у подрастающего поколения, но, очевидно... О, приветствую вас. Позвольте вам один вопрос задать. Для канала OpenUkraine на YouTube. Как вы считаете, как там победить Россию? В смысле победить? Не знаю. Вам? Украине. Значит, не надо побеждать никого. Надо дружить. Нам правительство говорит, что у нас война с Россией. Поэтому я спрашиваю, как нам ее победить? Не знаю. Мне не говорит так, например. Да, ну там постоянно... Не говорит так? Не, ну, с телеэкранов нам все говорят, вот, Гройсман там, кто там еще, вот этот, господи, глава этой Верховной Рады у нас еще там, нацбезопасности, кто там. Все говорят, что у нас война. Ну, пусть говорят. И вы говорите, знаете, как в анекдоте. Анекдот прекрасный. То есть вы считаете, что в принципе войны у нас нет? Я думаю, что все, что делается, делается только... Ну, нам становится хуже. Например, раньше можно было летать в Россию, да, теперь нельзя летать. Переводы закрыли, нельзя теперь делать переводы туда-обратно. То есть все, что делается, делается только для того, чтобы нам было хуже жить, например. А как такое войны? Ну, где война? Покажите мне, где война. Я не согласен с этим, например. Ну, то есть, у меня такая позиция, что никого побеждать не будет. Нам нужно дружить, договариваться и работать вместе. Спасибо вам большое за ваше мнение. Хорошего дня вам. Всего доброго. Очень интересный ответ. Очень достойный, в принципе, трезвомыслящий. Действительно, войны в Киеве нет. Но, как мы знаем, в Донецкой и Луганской области выстрелы идут. И обстрелы идут постоянно. Приветствую вас. Один вопрос для канала Open Ukraine на YouTube. Как нам победить Россию? Не знаю. Нужно, наверное, сообщать. Всем вместе бороться. А вместе с кем? Все люди, наверное, должны объединиться в борьбе. На планете? Наверное, на планете. Спасибо. Вот возможно, что война против России станет мировой идеей и основой для нового планетарного правительства. Я вас приветствую. Позвольте задать вам один вопрос. Ты клоун или я клоун? Кто клоун? Тяжело сказать. Объясни. Как победить Россию? Обрать всех депутатов. Ну, тогда мы не только Россию победим. Позвольте один вопрос. Так, кого же еще опросить? Я вижу на горизонте новые люди идут. Что ж, подождем. Сейчас кто-то в наши сети попадется. Я вас приветствую. Позвольте вам один вопрос. Всего один вопрос задать, короткий. Как нам победить Россию? Это я даже не знаю. Поменять президента. Спасибо за ответ. Всего вам доброго. Позвольте вам один вопрос задать. А вам, позвольте вопрос задать. Один короткий вопрос. Как нам победить Россию? Как надо победить Россию? Тяжело ответить. Не скажу так сразу. Спасибо за ответ. Всего вам доброго. Позвольте вам один вопрос задать. Милая леди, позвольте вам один вопрос задать. Дети это наше все. У людей даже нет идеи, как победить Россию. Один вопрос. А? Нет настроения. Довели людей, видите. Зрада. Позвольте вам один вопрос задать. Приветствую вас. Это канал OpenUkraine. И вопрос следующий. Как нам победить Россию? Силой. А почему до сих пор не победили? Наш президент ничего не делает. Проблема в правительстве. Просто надо поменять президента, правительство и победим тогда. Да. Именно так. Поменять правительство и все будет отлично. Спасибо вам за ответ. Всего вам доброго. А вы разрешите вам один вопрос задать? Разрешите вам один вопрос задать? Всего один короткий вопрос. Долго не займу. Как нам победить Россию? Як победите? Пытается Верховная Рада. Да. Позвольте вам один вопрос задать? Коротко. Очень коротко. Как нам победить Россию? Люди спешат. Действительно, вечер. Домой с работы. Я бы тоже, наверное, спешил. Так, так, так. Кого нам еще найти здесь? О, вижу девушку. Пошли. Пошли. Я вас приветствую. Всего один короткий вопрос. А вы позвольте вам один короткий вопрос задать? Как нам победить Россию? Сложно. Сложно, но я думаю, выдержка, терпение. Я думаю, патриотизм. Просто вот как в японской пословице. Сидеть на берегу реки и подождать, пока труп врага проплывет мимо. Нет, ну это, конечно, ждать не надо. Решительные действия, конечно. Но против России, конечно, мы с нашим потенциалом пока что слабоваты будем. Россия все-таки большая страна, вооружение, мощная армия. Наша армия тоже развивается сейчас. Но время. Для всего нужно время. То есть просто подождать, пока мы окрепнем и сможем? Я думаю, да. Однозначно нужно наращивать свой потенциал, силы. На все нужно время. Вот мы уже весь боеприпас израсходовали, заявлял пресс-секретарь АТО или что там, ВСУ. Не знаю насчет потенциала, израсходовали или нет. Я не военный эксперт. Не потенциал, боеприпас. Боеприпас, я имею в виду, оговорился. Боеприпас. Не знаю. Ну, все равно сдаваться не надо. Как это? Голыми руками нас брать не надо, нельзя. Я считаю, до последнего надо стоять. Победа любой ценой. Я вас понял. Спасибо за ответ. Хорошего дня. Всего доброго. Очень решительный настрой. Я вас приветствую. Позвольте один короткий вопрос. Позвольте вам один короткий вопрос задать для канала. Один короткий вопрос. Как нам Россию победить? Приветствую вас. Нам победить? Да. Я предлагаю про него забыть, в принципе. Вот. И жить своей жизнью. Спасибо за ответ. Всего вам доброго. Тоже хороший совет. Забыть про Россию и нормально себе жить. Но это не совсем тот вариант, потому что если ты забудешь про больной орган, это не значит, что он выздоровеет. Я вас приветствую. Позвольте вам один короткий вопрос задать. Позвольте один короткий вопрос. Не займет много времени. Как нам победить Россию? Наверное, только совместными усилиями. С кем совместными? Ну, всем вместе, народом, государством, чтобы до них достучаться, в конце концов. А сейчас мы разобщены, мы не вместе? Мне кажется, немножко нет. Почему-то как-то государство... Не знаю, как это точно объяснить. Немножко занято не тем, мне кажется. Побольше бы туда сил, внимания, ресурсов, помощи. Тогда, может быть, все уже бы давно закончилось. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Позвольте вам один вопрос задать. Спасибо. Позвольте один вопрос быстрый, короткий задать вам. Нет. Один короткий вопрос, позвольте вам. Как нам победить Россию? Я не знаю. Не знаете? Спасибо. Один короткий вопрос, позвольте вам задать. О, может быть, девочек сейчас спросим. Девчат, позвольте один вопрос задать для канала. Конечно. Как нам Россию победить? О, не знаем мы. Нашими парнями. Нашими воевать? Да. Всех парней отправить на войну? Нет. Ну, не всех. Там и так самое лучшее. Ну, не знаем. Парнями нашими. Все. Как нам победить? Мы не знаем. Не ждать. Ну, надо просто договариваться уметь. Политическим способом, переговорами. Да. Зачем тратить жизни людей просто так? Спасибо вам за ответ. Хорошего дня. Всего доброго. Позвольте вам один вопрос. Для канала. Как нам Россию победить? Я не в курсе дела. Мы же не с Россией боем, вроде бы, а с оккупантами какие-то. А оккупанты кто, если не Россия, это да? Я не знаю. Я там не был, не знаю. Я вас понял. Спасибо вам большое. Всего доброго. И так вот, человек сказал, что мы воюем не с Россией, а с оккупантами.